Как инициатива от публичного заказчика может идти, как может устраиваться работа между ними на конкретном уже реализованном кейсе. Спасибо большое. Анна, можно попросить? Да, коллеги, что бы я хотела бы рассказать. Мне кажется, у нас гармонично получилось, что Евгения в этом смысле пыталась агрегировать и как-то объединить все вопросы, связанные с юридической частью. Я попробую такие больше управленческие тезисы, которые сегодня прозвучали, тоже на них ответить через пример, через отдельный кейс, который мы делаем с республикой Башкортостан. Коллеги в этом плане решили быть новаторами и предложили такой формат более системного подхода. Коллеги из блока экономического попросили, мы с ними вместе придумали некоторую концепцию комплекса мер, как системно запустить механизм отчетных контрактов в регионе. И мы уже на финальной стадии. В пятницу у нас была презентация роуд-шоу тех полученных отчетных контрактов, выработанных кейсом перспективных направлений, которые мы с ними разработали. И в ближайшее время до конца года коллеги опубликуют ряд актов, как результат этой работы, в том числе сам план о сетных закупках, о котором я расскажу подробнее дальше. И мы уже можем какие-то промежуточные выводы сделать о том, насколько эта история масштабируема, тиражируема по субъектам и призываем и предлагаем регионам в этой логике тоже действовать. В общем, как звучала задача. Нам нужно было предпринять некий комплекс мер, комплексно подойти к тому, чтобы на территории отдельно взятого субъекта зацветлили все цветы и начало как можно активнее применяться механизм всех надзакупок там, где это целесообразно, возможно и хорошо. Значит, мы долго смотрели на разные практики, которые происходят в регионах, конечно, в первую очередь на Москву и Московскую власть в Санкт-Петербург. И вместе с коллегами, которые в том числе в Москве занимались этой темой, выбрали такой набор базовых параметров, которые нужны, пойду не по порядку, а по логике. Ну, во-первых, да, нужно регулярно повышать квалификацию сотрудников органов власти. Напомню, что по 44-му у нас есть контрактники, которые должны, вообще-то говоря, раз в год повышать эту компетентную квалификацию. Но почему-то в этих программах я что-то не очень видел, разделы, которые активно достаточно подробно рассказывают о том, что в ОФСЕД, хотя ОФСЕД – это часть 44-го. И пока вот система подготовки специалистов в этом направлении несколько отстает от правопоменения и от регулятора. Вторая тема – это принятие регионального наручного права. На коллеги сказали, что в ОФСЕД и вы можете ли есть отдельные порядки принятия, рассмотрения, подготовки, исключения и реализации ОФСЕДных контрактов. На наш взгляд, как раз этот документ является основным способом решения той проблемы, о которой многие говорили, что надо делать вот как в КЧП, что была частая инициатива. Но я скажу так, нам в принципе никто и не запрещает делать как в КЧП, потому что федеральный закон никак порядок не ограничивает. Единственное ограничение, которое действительно есть, связанное с предварительными переговорами. И как эту проблему решить, я попытаюсь на второй части моей презентации ответить. Также важная часть появления муниципального уровня, муниципального образования, как участников процесса, накладывает, на наш взгляд, необходимость разработки типового муниципального акта, который к уровню муниципального образования должны принять. Почему это важно? Решение о заключении, о запуске оксетного контракта даже муниципального уровня принимает субъект. Это как бы следует из логики 44-го. Но инициатором, понятное дело, должен стать муниципалитет. Здесь нужно муниципальное образование. Здесь нужно как-то эти логики синхронизировать. И самая главная часть сердца всей этой схемы – это план или перечень, можно его по-разному назвать, в седных закупах, в перспективных седных закупах регионов. То есть мы искренне верим в то, что такой инструмент, как план или как перечень, аналогичный в каком-то смысле тому, что есть в 115-м лидеральном законе перечень объектов, в отношении которой планируется заключение концессии, которую каждый концидент должен публиковать до 1 февраля, если не ошибаюсь, каждого года. В каком-то смысле это такая аферта, никому ничего не обязывающая аналитический материал, который говорит, если мы сейчас пока по концессии, который говорит, что дорогой инвестор, вот я так вижу будущее того, что я могу передать в КЧП. Но что нам мешает, под этим же путем по всем, так сказать, дорогой инвестор или дорогие инвесторы, вот перечень того, что я считаю приоритетным, вот базовые условия, на которых я хотел бы тебя видеть в этих проектах, приходи к переговорам или предложи там свои направления, если в этом перечне мы что-то забыли. Вот эту логику, она во многом, вот отвечает нам тезис коллег из блока закупок, как мы говорим, Дорстан, да, тезис тоже посвучал, чтобы прийти не от инвестора, а от наших запросов. Это первое, что позволяет решить такой план. А второе, мы создаем инструмент диалога с рынком, не нарушая требования монопольного законодательства. Мы говорим, что мы ведем диалог с бизнесом не в отношении конкретного афсета, даже лучше делать это в открытую с разными бизнес-участниками, а для цели формирования некого перечня лотов, перспективных, которые мы, возможно, запустим. То есть мы ведем диалог с бизнесом для цели явления оптимальных условий закупки. Как мы эту задачку по формированию плана решали? Это было пять шагов, которые мы на примере Республики Башкортостан прошли. Во-первых, мы проанализировали, собственно, сам экономический промышленный потенциал территории. Почему это важно? Для нас стало абсолютно понятно из этого анализа, что надо делать ставку на химию, потому что Республика Башкортостан большой химический кластер и как бы большая серьезно разбавляющая человеческая промышленность. Надо делать ставку на лесопереработку и лесобработку, потому что есть мебельный кластер. И есть ряд, наоборот, отсутствующих направлений промышленности, которые хотелось бы развивать. И это нам позволило в каком-то смысле сфокусироваться и выбрать некоторые такие фильтры по бюджетам закупок. Дальше был очень важный тезис, и тоже коллеги об этом сказали. Мы очень предметно и долго анализировали данные о закупках за последние три года и планы на будущий период. Это позволило нам, во-первых, если нужно отдать должное, действительно очень важную роль играют здесь комитеты по закупкам в соответствующих регионах, и то, как они ведут базу данных. Данные здесь первичные. То есть если мы хотим делать такой-нибудь план, без данных это будет практически невозможно сделать, это будет пальцем в небо. Мы собрали за три года данные о закупках, соответственно, у нас начали формироваться гипотезы. Эти гипотезы мы строили, вот здесь я уже какой-то такой лайфхак могу сказать, чтобы я уже сейчас бы обращал внимание. Во-первых, все, что уже централизовано и проводится как совместная закупка, потенциально это один из самых быстрых путей в КЧП. Ну, как пример, по республике Башкортостан у коллег уже есть централизация по мягкому анитарю, у них уже есть совместные закупки, у них есть централизация по молочной кухне, и это позволило нам очень достаточно быстро собрать потенциальный кейс по этим подроблениям. Второе, это крупные заказчики. У нас достаточно регионов, потому что есть публика, в основном тоже самостоятельных бюджетных учреждений, которые в одно лицо могут быть заказчиком по обседной закупке. Вот как пример, который мы нашли в Уфе, в городе, в Минсбайбе контракт, это приобретение противогололюбых реагентов. Их закупают на 60 миллионов в год в Уфа. Конкретное бюджетное учреждение, основную массу оно закупает. И это вполне себе централизуемая история. Там есть вопрос по технологии, что такого рода реагенты добывают, материалы для него добывают чуть ли не в одном месте в стране. Но сам факт того, что есть примеры, когда есть крупные заказчики, в принципе, объем закупок которого достаточен для отдельного объема локализации, то есть до 100 миллионов рублей. Есть также примеры крупных губов-губов. Вот как пример по молочной кухне, в Башкирии есть ГАО, молочная луня, которая выступает, по сути, централизованным заказчиком одновременно сырья и поставщиком готовой продукции. Соответственно, на базе него можно делать классные все туру организации молочного производства, что мы, собственно, коллегам Раушова предложили. Ну и другой еще важный фактор, это практики других регионов. Посматривать, что делают другие, и это дает возможность вот этих гипотез сформировать. У нас по итогам вот этого анализа закупок сформировалось 30 гипотез, ну там порядка 30-28, что-то, если не ошибаюсь, из которых дальше было очень важно отделить непроходные истории. Они могут быть по разным причинам непроходные. Это может быть история принципиальной позиции отраслевых ведомств, уже сложившейся практики, уже осуществленного объема закупок. Например, по медтехнике столкнулись с проблемой, с проблемой, наоборот, с ситуацией, что большая часть выбранных средств федеральных уже расторгован, но смысл делать там, понимая, что будущие закупки будут нескоро. И таким образом мы провели интервью с органами власти и оставили некоторое ограниченное количество уже закупок. Вот сейчас хотел как раз их показать. Мы остановились в итоге на 13 перспективных офисных контрактов, по сути, по 7 направлениям. Мы здесь специально сделали оговорку по школьному питанию, потому что у нас есть дискуссия по тому, насколько можно считать, приоритетным и стоит его делать в том, где-то в пилотном регионе, который есть. Базово я бы мог бы здесь сделать, наверное, самый важный вывод о том, что все успешные или перспективные направления получаются на стыке трех вещей. Мы должны понимать, какой объем заказа именно по офсету. Мы должны понимать потенциал едпоставщика. И это тоже важно. Я вот приведу пример с мебелью. В мебели больший объем потенциально будет закупаться через едпоставщика. Но основной якорный заказчик – это УКС. В Башкирии так сложилась конструкция, что ввод объектов в эксплуатацию в рамках региональной адресной госпрограммы республиканской. Она вся строится вокруг УКСа, управления питального строительства, организует процесс не только строительства, но и оснащения будущих вводимых объектов. Он, по сути, может быть якорным заказчиком. Но он на себя забирает примерно 30% объема. А остальные 70% создаются едпоставщиком, статусом едпоставщика. Другие учреждения докупают выбывающую мебель, которая и рынком, рыночным спросом. И вот когда коллаборируются эти три вещи – рыночный спрос, едпоставщик и какой-то якорный заказчик – получается правильная синергия. Вот мы увидели такую синергию по мебели, по детскому питанию, по медицинским изделиям, по лекарственным препаратам, по мягкому инвентарю. Хотя здесь есть и проблемы, о которых коллеги это расскажут. И по как раз противоголовеным реагентам. В конце хотел акцентировать внимание на схеме. Коллеги говорили, что у них есть порядок, но я бы порядок-порядок урозен. Я не знаю, правда, как устроена конструкция в УДМУРТе, не изучал пока. Но вот как мы видим идеальную картину регионального порядка инициирования работы со всетами. В основе должны лежать тот самый план всетных закупок. В нашем представлении вообще не надо утверждать. Это, возможно, какой-то документ аналитического характера, который публикуется в открытых источниках, в отношении которого инвестор понимает, что какие-то направления регионов прорабатываются, он может по ним выступить с инициативой, предложить какие-то свои параметры по инвестиционным обязательствам, по объему закупок. С другой стороны, это для органов власти тоже ориентированно. Это живой документ, он должен раз в квартал актуализироваться с учетом принятых изменений. Разрешил он импин централизацию, значит, мы на новую отрасль посмотрели по-другому. То есть это такой живой инструмент, который должен позволять для себя выбирать направление движения. Важный второй компонент, он здесь вот в третьей сети. Второй сети зеленый квадратик – это уполномоченный орган. Она живет, действительно, держателем темы, координатором, таким основным драйвером должен выступать орган в уполномоченной сфере инвестиций. Этот объектив должен быть так. Но, безусловно, основным инициатором закупки должен быть отрасльник. То есть на основе плана отрасльник должен проработать ряд параметров. Мы эти параметры, кстати, в плане башкирском отфиксировали. Это рекомендуемый объем закупок, рекомендуемый объем инвестиций, точка локализации, требования по критериям отнесения товара к российскому производству. То есть там есть набор показателей. Я думаю, коллеги, когда опубликует план, сможете с ними ознакомиться. Который мы можем проработать сами, а у нас же для этого не нужен инвестор. А дальше же группа инвесторов должна предлагать свои корректировки по этим условиям. И тогда рождается уже требование к оксидным контрактам. Максим, я предлагаю, что все те, кому интересно, как дальше правильно выстроиться в порядок, попадают лично к Максиму после сессии обсудят это. Последний. Вот здесь не разукрашенный квадратик, который самый важный – это межведовость. есть комиссия с участием разных раилов, которая должна принимать решение о запуске конкретных раилов. Только через межвед эту проблему можно решить как в ЧП, так и в ВСЕМ. Вы можете это, в принципе, сделать. Да, спасибо, Максим. У нас два последних спикера. У нас примерно по 5 минут для каждого. Прости, что так получилось.